Мачу-Пикчу И я взошел по лестнице земли, меж костяками гибнущих лесов, к тебе, непостижимый Мачу-Пикчу, заоблачный на каменных ступенях. И там, как две слепящих параллели, мерцают молния и человек. Ты колыбель среди ночного вихря, праматерь камня, кондора корона. Утопающий в облаках и туманах, таинственный и отрешенный Мачу-Пикчу. Никто прежде не слышал об этом городе. Ни один европеец или испанский завоеватель не сумел найти дорогу сквозь дикую чащобу долины Урубамба. Июльским днем 1911 года американскому археологу и историку Хайраму Бингему и его проводнику из числа местных жителей впервые удалось проложить дорогу по крутым, густо заросшим тропам древних инков. На горных вершинах глазам его предстали окутанные джунглями руины давно забытого, покинутого города. Была ли то знаменитая вилка Бамба, потерянный город, в который инки уносили свое золото, дабы укрыть его от испанцев? Ни одного золотого предмета здесь так и не нашли. Никто не знает, кто здесь жил и почему оставил этот город. Известно одно, Мачу-Пикчу, старая гора, как от уместности сам город называют со времен Бингема, был возведен в середине 15 века, ставшего расцветом культуры и империи инков. Мачу-Пикчу отличается удивительно четкой планировкой. Его архитектурный облик отражает структуру общества, состоявшего из трех сословий. По одну сторону дома знати с дворцом и храмами, по другую отделенные главной площадью жилища ученых и ремесленников. Ниже, в южной части города, расположились дома крестьян с кладовыми и загонами для скота. Города инков строились по иерархической схеме, снаружи и изнутри. В окрестностях Мачу-Пикчу существовали каменоломни, где инки добывали камни, используемые в строительстве. Здесь же находились хижины, где постоянно жили архитекторы, мастера, опытные строители и сотни рабочих, как то и было принято в глубоком Средневековье. Внешний облик домов позволяет судить и о положении, занимаемом в обществе их обитателями. В отличие от домов мастеровых, стены зданий в кварталах для ученых, а прежде всего стены дворца и храмов отличаются высочайшей точностью обработки. Каждый камень отшлифовывался миллиметр за миллиметром. До сего дня инки считаются непревзойденными мастерами строительного искусства. Перед нами попытка реконструкции. Островерхие крыши покрывались соломой, размещенной на деревянных балках. Балки же, в свою очередь, крепились каменным опором при помощи лиан. Террасы для земледелия. Их наполняли землей, привозимой из плодородной долины Урубамба. Их называют Анденос, откуда и пошло название горного массива Андой. Ступенчатое расположение облегчало искусственное орошение и предотвращало, подмыв, драгоценные почвы. Однако для пропитания всего населения Мачу-Пикчу одних террас явно не доставало. В радиусе пяти километров от города найдено множество мест, предназначенных исключительно для сельского хозяйства. Крестьяне, жившие там, вероятно, были людьми второго сорта. Остатками разрозненных индейских племен, некогда вытесненных инками со своих земель. Эти восстановленные дома служили кладовыми. Рядом находились стойла для лам, служивших для перевозки урожая. Вода подавалась в город из горных источников. Система водоснабжения инков и сегодня действует так же, как 500 лет назад. Раскопки Бингама не только дали нам представление об образе жизни племени инков, но и принесли с собой новые загадки. Например, так называемый зал ступок вполне мог служить для астрономических изысканий. Камни с выдолбленными в них лунками в определенное время наполнялись водой. Благодаря расположению окон и фокусированию солнечных лучей могли осуществляться расчеты для проведения сельскохозяйственных работ. Другая теория гласит, что жрицы толкли в этих лунках растения и минералы для получения красок, с помощью которых расписывались ткани и сосуды. Был ли когда-либо в Мачу-Пикчу единый владыка, неизвестный по сей день? Слово инка означает «единственный», «сын солнца». Золото и серебро именовались слезами солнца и луны, тая для инков глубокий мистический смысл. Предметы культа свидетельствуют о высочайшем уровне инкских мастеров. Вернемся же к залу ступок. О нем у местных жителей есть еще одна легенда. Две наполненные водой ступки – это якобы два больших, широко раскрытых глаза, стремящихся к солнцу и к небу. Разные, четко отделенные друг от друга городские кварталы объединяло великое множество длинных каменных лестниц. КОНЕЦ Так называемый камень кондора повторяют форму птичьей головы и клюва. Позади две скалы символизируют крылья. Окаемляющий клюв желоб, вероятно, служил каналом для стока крови, принесенных в жертву животных. Кондор являлся для инков символом свободы – воздуха. Храм Солнца является собой бесспорный шедевр архитектуры инков. Возведенный на скалах, он чем-то напоминает гнездо кондора. Находясь на полукруглой башне, жрецы могли вести астрономические наблюдения, вычислять время солнцеворота или определять точное положение Солнца, что играло важную роль в мистических ритуалах. Солнце и Луна находились в центре любых культовых ритуалов инков. Полукруглая стена скрывает большой гранитный постамент со множеством выбоин, похожий на алтарь и наверняка служивший жертвенником. У подножья скалы, на вершине которой расположен храм Солнца, находится вход в пещеру, вероятно, служивший мавзолеем или склепом для королевских особ. По мнениям археологов, это место служило усыпальницей мумии некой знатной персоны. Возможно, мумии вождя. На востоке за городской чертой ритуальный камень с тремя ступенями. Одна знаменует небо, жилище богов, вторая обозначает землю, пачамама, третья символизирует подземное царство, куда возвращается все живое. По представлениям инков, душа человека оставалась неизменно связана с его внешним обликом до тех пор, пока тело не тронуто тлением. Поэтому умершие из числа знати и духовенства подвергались мумификации. Мумификация производилась здесь, на ритуальном камне, благодаря сильному воздействию солнечных лучей днем и холодным ветрам ночью. В середине города расположен дворец, являвшийся его политическим центром. Изящество и красота каменных стен говорят здесь сами за себя. Здесь была обитель жрецов и городской знати. Известно, что блоки обрабатывались при помощи бронзовых и каменных инструментов, а также, что отдельные камни терли друг от друга до тех пор, пока те не укладывались идеально. Типичными для архитектуры инков являлись дверные и оконные проемы трапециевидной формы. Они служили статике проходов, которые нередко перекрывались монолитами весом более тонны. Святилище, квадратная площадка, также именуемая обитель солнца. На южной стороне дом жреца. На восточный храм трех окон. Инки считали, что эти окна ведут в бесконечность. На востоке возвышается главный храм с открытым фасадом. Позади главного храма так называемый церемониальный зал. Внутренние стены насчитывают 13 ниш. Предположительно, здесь вопрошали оракула, желая через него получить совет богов. Если говорить прямо в глубину такой ниши, голос многократно усиливается и чудесным образом разносится по всему помещению. Святая святых в Мачу-Пикчу – холм, на котором поклонялись солнцу. Интихуатан. Сердцем этого места является ритуальный камень, напоминающий солнечные часы. На языке инков Интихуатан означает «место, которому благоволит солнце». Астрономы, жрецы и учителя использовали солнечные часы для наблюдения за движением Солнца в течение года и вычисления месяцев и времени дня. Как и какими астрономическими методами они руководствовались, неизвестно. Причины конца Мачу-Пикчу не выяснены до сего дня. Вероятнее всего, с крушением империи инков и его гибель стала также неминуема. Немного времени понадобилось на то, чтобы джунгли поглотили дома, храмы и стены. Город инков Мачу-Пикчу погрузился в трехсотлетний сон. Режиссеры Густав Эдольф Берр и Петер Вент Оператор Петер Вент Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура» в 2005 году. Режиссеры Густав Эдольф Берр и Петер Вент